Дай почитать. То, что мы привыкли считать человеком, это другое. Вот понаблюдать, что же такое сегодняшний человек, писатель решил в новом романе, так обозначил жанр сам автор «Старик и ангел». Это традиционно устоявшийся прием для Кабакова – взять человеческую особь, поместить на печатные страницы и глядеть, как человечек будет там что-то вспоминать, на что-то жаловаться, каяться, сожалеть, и окажется вдруг, что жизнь прошла зря. Что все, о чем мечталось и хотелось, не сбылось. Что все, что пламенело, бесславно погасло. Вот и в «Старике и ангеле» разменявший восьмой десяток профессор Сергей Кузнецов в ходе своего препарирования автором выясняет, что вся жизнь в прошлом. Затхлое детство в бараке, сиротское отрочество в школе для вундеркиндов, одинокая юность в институте, задумчиво раскачивающаяся молодость в аспирантуре и разгульно веселая распутная зрелость. Супругу Ольгу не любил и безбожно ей изменял. Дам сердце столько, что без списка и не вспомнить. Институту, студентам науки вроде как необходим, но что же сделал он все-таки стоящего? Так, блуждая в потемках чужой души и лабиринтах памяти престарелого профессора, мы наблюдаем его на больничной койке с инфарктом. И тут вновь появляется таинственный полковник ФСБ Михайлов. Кстати, ФСБ – это Федеральный союз бессмертных. И здесь начинаются серьезные битвы за душу Кузнецова между силами света и тьмы. Настолько серьезные, что в какой-то момент начинается полная белиберда. Вербовка с уклоном в политическую ахинею и ловля в силки дьявола. А все потому, что у героя никогда не было души. Как не вспомнить Салтыкова-Щедрина «Жизнь под игом безумия»? Вот и мне в какой-то момент показалось, что чересчур буйствует фантазия писателя. Но тут появилась добрый ангел, медсестра Таня, умеющая летать с помощью белого халатика, как на крыльях. А еще она умеет любить. Понимаете, дорогие слушатели, просто любить престарелого Кузнецова. Ему 73 года, ей 45. Таким, каким он есть. И эта любовь дарит Сергею Кузнецову главное – душу. И он обретает счастье и гармонию. И сам роман постепенно выравнивается, становится четче и стройнее. Таня, у меня души было много, сплошная душа, теперь стала немного меньше, а у тебя больше. Надо, чтобы совпадала группа души. А ведь это правда, дорогие слушатели. Старики-ангел Александр Копаков. До новых встреч. Дай почитать. Продолжение следует...